Всем привет! С вами ExoByte и сегодня я познакомлю вас с режимом боёв в кроссауте под названием рейды. Вот мы вошли в игру, сейчас находимся в нашем гараже, топаем в меню бой и там выбираем вторую вкладку рейды. Рейды это у нас ПВЕ режим, то есть команда игроков против команды компьютеров сражается и нам нужно выполнить определенное задание. Либо защитить вышки от нападения противника, либо собрать по локации все грузы и при этом не сдохнуть, либо вот защитить вышки от левиафана. И сейчас мы вкратце поглядим, что каждый режим рейда из себя представляет. Для начала объясню, зачем вообще нам нужно ходить в рейды. В рейды нам нужно ходить, чтобы заработать купоны и иметь. Вот у нас они справа внизу, показана награда купоны и иметь. Количество наград ограничено за день, поэтому заходить в рейды нужно каждый день. Купоны нам нужны для крафта контейнеров, трофеев. Сейчас я о них расскажу подробнее. А медь нам нужна, чтобы мы могли крафтить оружие и детали. Теперь вот мы идем во фракцию, в любую фракцию, я попавшую, смотрим. Вот, например, любое оружие, любая деталь. Для крафта нам нужна медь и лом. Лом нам дается за участие в боях простых, в пвп. Медь нам дается в пве. Купоны нам нужны для производства контейнеров-трофеев. Вот они, снизу есть синий контейнер, контейнер-реликвий, который дает нам реликтовые детали. И контейнер сделай сам. Контейнер сделай сам делается у нас за лом. То есть у нас сейчас есть у меня лом для него. Я могу прямо сейчас нажать произвести. Оп, он готов. Сейчас он будет готов. Все, он готов. Мы его получаем. И он у нас лежит на складе. Он нам предоставит любую случайную деталь. Возможно, даже синюю. Если мы хотим, мы его можем продать. Если не хотим, мы его можем открыть. Чтобы его продать, мы топаем в рынок. Точнее, даже не в рынок, а в склад. Топаем. Находим тут свой контейнер. Вот он он сделай сам внизу. И мы можем либо его открыть, либо продать. Если мы его хотим продать, мы жмем торговлю. Вот за 20 единиц валюты игровой мы его, в принципе, можем продать. Если захотим. Но с таким же раскладом мы его можем и сами открыть. Например, мы его сейчас откроем. И нам рандомчиком что-нибудь сейчас выпадет. Какая-нибудь плюшка. Вот нам выпал радар, который нам нахрен, в принципе, не нужен. То есть нам выгоднее было продать этот контейнер, чем открывать. Такие вот, в общем, дела с этими контейнерами. Тут надо думать, продавать или не продавать его. Так, контейнеры реликвий, которые делаются за купоны. На синий контейнер нужно 300 купонов. На оранжевый нужно 2000 купонов. У меня сейчас не хватает ни на тот, ни на другой. Естественно, если мы не хотим крафтить его сами. Если у нас, например, есть игровая валюта лишняя. Мы можем этот контейнер просто пойти на рынок и приобрести. Для удобства поиска по рынку здесь все разделено на категории, на разные. И можно сразу фильтровать. Например, нам нужны только колеса. Например, только синие колеса. Или там, не знаю, только белые колеса. Вот. Это для быстрого поиска очень удобно сделано. Ну и, в общем, давайте сейчас посмотрим, что же представляет из себя режим рейдов. Нам сейчас предлагают защиту, погоню и вторжение. Рейды делятся по сложности на легкие, средние и тяжелые. На легкие рейды нам надо 10 бензина потратить, на средние 40, на тяжелые 100. Бензин, как я уже рассказывал, нам выдается по 200 литров в день самой евро. Остальное мы либо покупаем, либо зарабатываем в боях. Но при этом у нас должна быть на машине установлена топливная бочка. Если ее не поставить, бензин он получать не будет. Бензин нам приходится тратить на рейды. Так что он тоже необходим постоянно. Ну вот, еще тут стоит отметить, что рейды через каждые 2 часа, что ли, в общем, обновляются. Меняется задача и меняется карта. Сейчас тут в основном защита и погоня. А еще должно быть сопровождение конвоя. И вот это сейчас не представлено. Так что мы еще разочек зайдем после обновления. Посмотрим, если что, я допишу еще один рейд. Так, ну давайте сейчас вот, например, мы зайдем в легкую защиту. Нам предлагается 2 карты на выбор. Теца, кладбище кораблей. Мы сейчас, например, заценим кладбище кораблей. У нас есть бензин на валу, можно топить в бой. Вот мы заспаунились. Нам показывается на карте вышка, которую мы должны защитить. Вышек на карте 3. И нам надо защитить их от всех врагов. Не дать их сломать. Для большей мощности я сейчас выехал на своем танке. Ну вот сейчас ПВЕ с четырьмя реальными чуваками в команде. Вот он. Первую вышку мы защитили, теперь едем по второй. Боезапас у нас не бесконечный. Но это отдельная уже история, я вкратце сейчас расскажу. Боезапас у пушек ограничен. У пулеметов, по-моему, тоже пулеметов. Потом я уточню. В общем, если мы хотим себе больше патронов, нам надо крафтить отдельные боезапасы и ставить их на машину. У меня сейчас стоят два или три, я уже не помню, самые большие боезапасы улучшенные. Карты здесь очень красивые, но, к сожалению, их пока еще не так много. Опа, как он полетел-то красиво. Физика, оружие здесь, ребята, отменное. Тут все стреляют с учетом дальности, угла выстрела. Тут, короче, не получится. Тут легко и просто все сделать. По ходу боя нам дают всякие награды, наклейки, которые, в принципе, ничего не значат. Нам вот сейчас тут дали, что мы подрывнив и еще дали, что мы помощник. Но это оно на скорость не влияет, так сказать. Причем абсолютно не влияет на скорость. Мы можем вот приблизить и шарахнуть. Нашу вышку там немножко коц. И вот сейчас написали, появился бог. То есть сейчас на карте заспавнился монстр. Самый большой и тяжелый, который не так легко убиваем. Блин, надо его найти, где он есть-то. Я его не вижу, блин. Вот этот, что ли, загонящий. Хотя не похоже. Да нет, это обычный. А где он? Никаких бог-то. Не вижу босса вообще. А может, это он и был. Ой, меня, короче, тут закоцали. Но я могу вернуться в бой. У меня есть такой право. Ну, один раз. Если мы хотим вернуться в бой больше одного раза, то нам надо уже крафтить за металлолом ремкомплекта и с помощью этих ремкомплекта возвращаться в бой. Надо же так, блин, в таком легком раунде я еще умудрился помереть. Отвлекся. Вот нам дали тут кучу наклеек ненужных, они вообще ни на что не влияют. Пять единиц меди и три купона. Плюс еще мы выполняем потихонечку ежедневное задание. Так, ну у нас есть еще бензин на валу. Мы можем посмотреть защиту ТЭЦ. Другая карта. Нам дадут еще три купончика. Сейчас она загрузится. Надеюсь, загрузится. Все загрузилось. Сейчас посмотрим вторую карту. Так, у нас ниточка сзади нас. Мы вот к ней сейчас поедем. Эта карта вся тут закрытая. Тут кругом здание. Вон, железная дорога. В общем, тут полно укрытий, полно закоулков. Очень классная карта. Вот они, прилетели. А, они будут стрелять. Подожду. Сами справятся. Как видите, у меня вот сейчас в пушках по 26 патронов. Внизу, вот в середине, там вся информация об оружии. По 26 патронов. Точнее, снарядов. Если бы я не поставил боеприпасы, то там было бы по 8 что ли. В общем, нягки немного. На, капли. Получил. Новая волна врагов через 30 секунд. Подождите, а я еще это не защитил. Делал, есть, поделал. Нам уже вторую вышку надо защищать. А мы еще это не дозащитили. Непонятно. Тут бывает, очень редко бывает, что какой-нибудь бот где-нибудь зависнет. И хрен его знает, где он, короче, потерялся. А, вот он, блин, прилетел. А моя команда, блин, вся уехала. Сейчас мы его, блин, догоним. Мы его протаранили, нафиг. Не понял, а этот откуда взялся? Блин, конечно, на танке не совсем удобно. Но тут есть другие пушки, полностью поворотные. У меня вот пушки сейчас стоят очень сложные, не поворотные. Мне приходится самому крутиться. Это, блин, это сложновато, конечно. Но, кстати, когда полгода выиграл, не заходил вообще. Но у меня еще есть две бензопилы, с помощью которых мы их пилим. Так, может, мне сейчас повезет увидеть этого босса. Бляньте, как летает все. Раньше тут так не летало все, когда я тут был. А тут прям физику подправил. Появился босс. Блин, где он есть-то? Он вообще должен быть такой прям большой такой, мясной. Наверное, загонщик, что ли? Да он не такой уж и большой. Я думал, реально большой босс. Наверное, большой босс на более сложных уровнях. Мы обязательно тогда посмотрим защиту и на среднем уровне, и на сложном уровне, чтобы в полной мере оценить разные режимы игры. Это сейчас у нас легкая защита. Ничего сложного вообще нет. Вот мы получили шесть купонов. Теперь мы должны, если мы хотим еще купонов, мы должны уже идти в среднюю защиту или в тяжелую. Ну, в смысле, в средний рейд или в тяжелый. Мы, в принципе, можем сходить сейчас в средний рейд. У нас в погоне за грузом. И я возьму, наверное, другую машинку. У меня есть другой чертеж. Именно для сбора грузов. Раньше я ездил на танке, но это непрактично. Сейчас мы его протестируем. Что я уже забыл, даже на чем он похож. Так, что за фигня? Он же раньше ездил, а сейчас что? Ребята, он вообще не едет. Я не знаю, что тут в игре изменили. Но он просто не едет. Тут явно что-то понерфили и понерфили нихерово, пока меня не было. Он просто не едет. Раньше он гонял до дороги. То есть мне теперь придется легкую подвижную машинку пересобирать. Я в шоке. Я просто в шоке. У меня тут, видите, вот стоит оса ракеты. И раньше эта штука летала, а сейчас она еле сдвигается. Я вообще в ужасе просто. Я в ужасе. Тогда придется ехать на танке. В погоне загружен. Чтобы нам там ничего не говорили, мы поедем на танк. Что-то недолго ищет соперников. Нашелся. Сейчас я вам покажу средний уровень погони с загрузами. Посмотрим. Локация крепость. Это одна из последних локаций новая. Вообще тут на танке делать нехорошо. Если честно, нам нужна более подвижная машинка, которой у меня сейчас нет. Ну, что поделать. Здесь фишка в том, что за каждого уничтоженного врага нам дается гонус в 4 секунды. Чтобы мы успели доехать загружен. Вот товарищ перевернулся. Мы его можем на место поставить. Вот его сейчас назад перевернули. На место. Есть тут и свой домкрат. Можно поставить себе на машину и самому себе переворачивать. Если не дай бог хувырнулся. Класс. Сейчас все летает. Сейчас все летает. Класс. Графику они подправили. Все красиво теперь. Все как положено. На-ка, блин, с прицелом. Если мы, ребята, ставим пулеметы на машину, пулеметы имеют свойство перегреваться. То есть, если хочешь нормальную стрельбу, нужно еще ставить охладитель. Блин, не попал. В общем, игра очень интересная. Я всем советую. Она хорошая альтернатива тем же танкам. У нее большущий потенциал. Тем более, игра развивается сейчас полным ходом. Недавно она вышла на китайский рынок. Ух, как летают они красиво, блин. По-моему, меня сейчас тут загасит. Но мы все равно соберем гроут. Нет, не соберем груз. Ну и ладно. Нам нужно собрать 10 грузов. В общей сложности нам вот один остался. Информация с правой стороны экрана указывает, сколько осталось грузов собрать. Я вообще на ухо отстрельнул и попал немножко. Немножко попал. Так, это был у нас средний уровень погоня. Так, что у нас остается? У нас остался сложный уровень погони. Но это я не вижу смысла показывать. Суть та же, только там более яростные противники. И остался еще рейд с левиафаном. Можно, в принципе, попробовать залезть в рейд с левиафаном. Нам за победу даже дадут вот 150 купонов. Если при условии, что мы в общем-то всех левиафанов замочим. Давайте посмотрим, что получится. Я уже давно не ходил в этот тип рейда. Там потому, что очень сложно выиграть. Как видите, новые рейды нам доступны через 15 минут. И в общем, я тогда досниму еще кусочек. Обязательно. Потому что я надеюсь, появится сопровождение груза. Тоже показать хотелось бы. И хотелось бы еще расщиту среднюю или тяжелую показать. Так, мы пошли на левиафана. Сейчас вы посмотрите, что такое левиафан. Ущелье Эль Диабло. В игре, ребят, есть текстовое и голосовое общение. Текстовый час есть. Слева открывается он по энтеру и можно писать своей команде или просто всем подрядом. Вот он, левиафан. Это огромная гадина, которую нужно замочить. он меня оставил уже без оружия. Я вообще ест, просто что-либо могу показать. его убить очень вообще сложно. Собран он таким-то игроком, как обычным вообще игроком, как вот мы с вами. блин, мне было завалить бы. Ах, у меня же пил, я хотел распилить, но не могу распилить его. Так, завалили, теперь появится сейчас еще один босс. Ну, у меня уже оружия не осталось, но хотя бы введу вас в курс дела. Вот он, это новый босс. так, сейчас мы вернемся в бой, попробуем его размочать. А где он есть-то? На-ка, по гусенице тебе. на-ка, еще тебе по гусенице. Загнали в угол, на-хрен. И сейчас появился третий босс. у нас, видите, в принципе, вышка одна, но появляются леви, левиафаны, левики в простонародье, которые нам надо гвоздить. особо на-да, В простонародье в строке и в простонародье, все, видите, пользуюся, левиафаны, вот, в артии, в гости, Мы его зажали нахрен с двух сторон. В последние разы я заходил. Блин, я не мог вообще этих левиков убить. До такой степени они были, блин, уродские. Суча, блядь, не убивай их. Есть, все, мы его победили. Вот это режим левиафана. Нам дали 30 меди и 8 клубонов и еще там кучку репутации. И плюс мы выполнили одно ежедневное задание. Вот мы выполнили одно ежедневное задание из этого списочка. Еще у нас потихонечку выполняется задание на контейнеры. То есть нам сейчас дали еще в довесах 300 лома. Мы можем его найти вот на складе тут. 344 лома и 150 меди. Цены тут на рынке вообще упали жутко на все за полугода, пока меня не было. Кстати сказать, вот сейчас покажу, как работает рынок еще раз, насчет продажи товаров. Мне сегодня выпал из контейнера материал сетка. Но дело в том, что у меня уже такой есть и мне второй нафиг не нужен. И он мне не нужен, я могу его продать. Делаем правый клик кнопкой и идем в торговлю. Не купить, не продать, а именно в торговлю. Идем, смотрим цены, самые такие большие цены. Вот кто-то пытается продать от 75 до 80 единиц валюты. Мы можем нажать продать и в общем выставить его на рынок. Сейчас я забыл купить, купить, купить. Нет, мы не хотим, мы хотим продать. Да, вот, мы жмем продать. Тут немножко меню поменялось. Жмем продать. И если мы хотим продать его побыстрее, например, то нам не стоит ставить, естественно, как тут. Мы можем поставить 70. Игровой налог тут есть. 10% от суммы. И выставляем его на рынок. Товар успешно выставлен на продажу. Чтобы узнать, как там дела в нашем, с нашей продажей, тут сейчас я уже забыл. А, вот, рынок и мои лоты. И тут все, что мы продаем. И есть еще такая штука, история продаж. У меня она уже тут такая большая, весомая история. Я тут много чего продавал. Так, что у нас там с рейдами? Через 7 минут обновление. Так, в общем, на сегодня пока все. Сейчас он обновит рейды. Я надеюсь, тут что-нибудь новое появится. Я еще запишу. И тогда видео появится на канале про рейды. Так, ребята, у меня вчера были проблемы с интернетом. Поэтому ролик пришлось отложить ненадолго. Вот я по новой сейчас перезашел в игру. И как видите, то, о чем я говорил. Нам дают награду за вход в контейнер. Сегодня нам дают контейнер ветеранов. Вчера нам выдали краску редкую. Тоза вчера редкое украшение нам выпало. Обычная краска. Теперь нам дают контейнер ветеранов. Его нельзя продавать. И он может содержать любую редкую синюю деталь. Что ж, давайте получим его. Мы его получили. Теперь он у нас лежит на складе. Сейчас мы... И нам доступны новые испытания. Нас сразу же уведомили. Это ежедневное испытание. Так, где наш контейнер. Вот он, наш контейнер ветеранов. Который не подлежит продаже. Мы его можем открыть. Давайте его откроем. И нам рандомным сейчас что-нибудь выпадет. О, нам выпал улучшенный радиатор. Мы его можем либо продать, либо оставить себе. Пока мы его оставим себе. Потому что малый... Че, у меня нет радиатора. Может пригодиться. Так. Нам доступны новые испытания. Истребитель рейдеров. Уничтожить 70 машин в рейдах. Ну, давайте посмотрим, какие тут сейчас есть рейды. Так. Защита. Мост. Погоня за грузом. Погоня за грузом. И похищение. У нас добавилось пока что только похищение. У нас нету здесь еще сопровождения конвоя. Давайте попробуем в тяжелое похищение зайдем. Цель украсть груз и довести его до чекпоинта. Сейчас мы посмотрим. На сложном уровне это капец был раньше. Зато нам дадут 40 купонов. Пока ждем соперников. Это вот у нас наборы. Игра вообще free to play. Но если вам сложно качаться, трудно, или вы хотите сразу иметь стартовую какую-нибудь прокачанную машину, вы можете купить один из этих наборов. Тут смотрите, например, вот бродяга. Он стоит 3400. У вас получается на счету игровая валюта 3500. Плюс бронемобиль бродяга. Плюс еще аватарка и две краски вам подарят. Этот набор потом перейдет, когда стартанет ОБТ. И когда игра выйдет полностью отрелизится, он с вами останется, не обнулиться. А так при старте ОБТ будет общий вайп. То есть все, что мы тут заработали, вся наша прокачка, все наши вот эти вот уровни в разных фракциях, все наши детали, все это будет до свидания, все начнут с нуля. Вот это будет уже интересно. Что-то не хочется с нами никто в похищении играть. Даже странно. Видите, написано, первая победа в бою, увеличенная награда за день. Ну что они, блин, никто не хочет-то. Странно, странно. Ладно, давайте посмотрим защиту на мосту. Может, в ней кто-нибудь будет. Через час нам будут доступны новые миссии. Блин, народ, видимо, спит. Че-то никого нет вообще. О, сейчас заценим карту мост. Защита. Ребят, единственный мой еще косяк. Я забыл, что надо записывать в 1440. В общем, я сейчас записываю в Full HD. Больше постараюсь не забывать. Первая кровь нам дали награду за первое убийство. Давайте съездим, посмотрим на карту. Нам уже, кстати, подсветили, что нам надо другую вышку уже защищать. Хотя мы еще ту не защитили. Большинство карт, доступных в рейдах, они доступны и в PvP. Точнее, они все доступны в PvP. Там просто в разных режимах. Там есть просто некоторые карты, где база одна общая посередине, и ее надо завоевать. А есть часть карт, где база на разных концах. И надо доехать туда и отхватить базу врага. Ой-ой-ой, там уже нашу базу долгит. А мы тут, блин, ездили. Ну, как видите, это уровень легкий, блин. Поэтому, для меня тут, блин, ничего сложного нет. И крошить этих ботов. Еще один остался. Ну, долбить его, что уже. Товарищ наш перевернулся. Так, подождите, нам надо... Тут немножко поменялось что-то. Тут поменялась тактика боя, блин. В общем, раньше от вышки до вышки мы успевали доехать, а теперь мы не успели одну вышку защитить. Нам уже надо защищать другую вышку. Ну, то есть, блин, стало немножко повеселее. И мои союзники где-то, блядь, ездят. Нам уже вот сирену включили. О, е-мое. Ну, вот видите, мои союзники куда-то делись, блин. Но нам все равно дали тут парочку меди, чтобы мы не плакали. О, и плюс еще мы уничтожили 17 рейдеров. То есть, мы потихонечку выполняем ежедневные задания. Кстати, помните, я выкладывал на рынок краску. Пока, видите, никто не купил. Но нам стоит пересмотреть на нее цену. Мы ее сейчас удалили из продажи. Сейчас посмотрим, какая на нее цена. Возможно, цена упала. Так, торговля. Ну, цена немножко такая же, но что-то никто не хочет, в общем-то, ее брать. Давайте еще снизим цену немножко. И выставим на торги. Возможно, кто-нибудь ее заберет. Так, ну, че, у нас никто не хочет с нами играть-то в похищение. Сейчас попробуем в чат кинуть. Клич. У нас тут есть вот список друзей. Есть черный список. Это те, с кем мы не хотим общаться. Также тут можно вступить в клан. Можно вступить в чей-нибудь клан, когда тебя приглашают. А можно свой создать за 500 монет. Я раньше состоял в каком-то клане. Но я тут полгода не заходил. Поэтому, наверное, меня выперли. Ну, что неудивительно. Так, ребят, че-то никто не хочет с нами, короче, в похищение играть. Давайте мы, наверное, зайдем еще чуть попозже, через часок, посмотрим, что тут поменяется. Пока что на этом все. Так, ребят, у нас буквально 15 минут назад обновились рейды. И, наконец-то, у нас появилось похищение и сопровождение конвой. Я надеюсь, наконец-то мы сейчас увидим вот эти оставшиеся два рейда. Давайте попробуем сначала в похищение зайдем. Че-то никого вообще. Если бы мы сейчас зашли в миссию, у нас бы по-любому начался бот, потому что недостающих живых игроков заменяют боты. А так как мы сейчас играем в ПВЕ, нам по-любому нужны живые игроки. А сегодня понедельник, день тяжелый. Народу, видимо, в игре сейчас мало. Это все-таки не танки. Популярность пока у нее не такая большая. И не батлграунд. В общем, мы сейчас зашли в похищение. Нам надо стыбрить груз и привезти его к себе. Популярность. Мы заодно вот смотрим разные самые карты. Мы уже, в принципе, их много увидели. Но это еще не все. Карты здесь классные. Заковыристые, очень красивые. Все продумано. Охренел. На-ка. Ох, как его, блин. Крутануло-то. Охренел. что-то мои союзники подобрал груз молодец как вы можете слышать у чувака стоит прикольный гудок это ставится отдельно на машину видите, вот чувак бросил здесь турель, которая должна была нам помочь то есть здесь есть дополнительные модули есть вот, например, турель автоматически ее можно ставить меня тут пилит сзади меня, видите, распилили, капец есть, в общем, здесь летающие дроны, ракетные, пулеметные это все ставится отдельно, покупается, крафтится вот мы довезли этот груз к себе на базу получили медь, получили купон, репутацию и еще нам засчитали тут несколько рейдеров уничтоженных так, теперь давайте посмотрим сопровождение конвоя надеюсь, тоже найдем сейчас народ это последний из режимов рейда нам нужно защитить груз и переправить его из точки А в точку Б не продалась там наша краска? что-то никому она не нужна ну и ладно может потом кто-нибудь заберет ну блин, никого нет вообще на сопровождении конвоя что за фигня давайте попробуем сложное сопровождение 08.004.009.0 08.001.0 08.001.0 08.004.001 Сейчас мы в чат видим клич. О, без клича все пошло, сейчас вы увидите рейд-сопровождение. И на этом наш ролик про рейды закончится наконец-то. Как вы уже знаете, рейды обновляются раз в два часа. Вот он наш конвой, грузовик с припасами. Нам надо его доставить в точку Б. Эта карта вот из последних, из новых. Она огромная, очень красивая. Тут со всех сторон налетают эти вот рейдеры, противники. Плюс еще тут где-то стоят вот турели, я видел вот тогда давно. Так, надо прицепиться. Блин, давненько я не заходил сюда, давненько. Блин, давненько я не заходил сюда, давненько. Чувак уже знает откуда они будут выезжать и он поехал в засаду чуть дальше нас. Опа, есть контакт. Попали в кого-то. Ой, 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 ой. Вот видите, дрон летает ракетный у чувака. За подрыв дрона дают награду. А вот ракетник стоит. Блин, у меня сейчас что-то лаганула игра. Видите, там нам в чате написали, что мы не хорошие человеки. Можно подумать он сам, блин. Умный. Я тут вообще сейчас заехал проездом просто вам показать уровень. Ха-ха-ха. Просто чтобы вы оценили карту, оценили масштабы, оценили всю прелесть. Как-то он медленно едет. Раньше он ехал, блин, гораздо быстрее. Этот грузовичок. Я помню, на другой карте он баганул. Короче, застрял в стене. Блин, мы с пацаном его еле вытолкали. Благо, у меня был танк. И, в общем, мы его, блин, я еле-еле его вытолкал. Он уперся, грузовик в стену, блин, и все, и никуда не хочет ехать. Блин, я там усирался, у меня был танк с ускорителем. Я там так усирался, блин. Недолет. Это вот я вам сейчас показываю, как здесь с траекторией полета, блин, с баллистикой. Тут баллистика учтена очень точно. Видите как? За уничтожение турели тоже дают награду. И у нас конвой, блин, почти разбит. Но это все из-за меня. Я тут, короче, косячу. В смысле, я не работаю в полную силу. Поэтому чувак там и ругается. Недолет. Карта огромная. Очень классная. На сложном уровне тут вообще жесть полная. Мы можем сейчас попробовать, если получится, залезть в сложный уровень. Посмотреть. Блин, аж вот прям пахнет лесом. У меня уже отстрелили одну пушку. Вообще меня тут конкретно разобрали. У меня осталось два патрона. И мне крышка. Как видите, вот машинки у всех абсолютно разные. Кто на что... Ой, ой. Кто на что гораст, в общем. Один раз здесь можно самоликвидироваться. Если мы хотим возрождаться больше, то нам уже надо будет докупать ремкомплекты или крафтить их. Надо самоуничтожиться. Блин. При самоуничтожении, если постараться, можно уничтожить еще и противника взрывом. И, в общем, одно время, когда я еще давно играл, этим активно все пользовались. Чуваки просто заезжали в толпу врага и нажимали самоуничтожение. Потом это все понерфили, пофиксили. И теперь перед самоуничтожением у нас светится кабина. Блин, ну вот мы проиграли. Ну и ладно. У нас, в общем, светится кабина и у нас таймер 5 секунд. То есть любой противник успеет сбежать. Так, ну я тут немножко раканул. Чуть-чуть. Давайте попробуем. В сложное сопровождение зайдем. О! Сейчас вы увидите, что творится на той же карте, но на сложном уровне. О! Видите, кто-то пишет, люди, пожалуйста, продайте тяжелый генератор. То есть чуваку в падлу саму качаться, крафтить его, и он просит его продать. О! Ой, блин, я тут врезался, мать его, заново. О! О! Заведший генератор м invitation тут неплох. тут уже видите более жирные боты мы его нахрен запилили заодно посмотрим еще раз эту карту вот видите тоже чувак ставить турель на-ка блин мы уже отстрелили ну давай или вот мы его распилили нафиг у нас уже опять нет одной пушки теперь уже у нас нет двух пушек и вообще нас короче порешили мы вот сейчас сам уничтожимся что-то он не убился наверное тут вообще понерфили возможность вот этого убивания комикадзо блин я забыл тут же сейчас задание мочить рейдеров за это дадут лом а я что-то туплю у меня главная цель показать вам вообще карту чё тут как и тупо ознакомить пока с игрой и тупо ознакомить пока с игрой и тупо ознакомить ну чувака вот реликтовый пулемет висит жнец сюда лучше вообще ходить конечно с реликтовым оружием у меня вот фиолетовое Оно как бы тоже неплохо Вот мне отстрелили, кстати, прицел И я не могу уже целиться Видели, ребята, какой тут заруб На сложном уровне Ой Ну все, у меня раздели полностью В общем, мы проиграли Ну и ладно, моя цель была просто вас ознакомить с режимом По-хорошему тут надо просто пересобирать автомобиль Потому что тут много чего поменялось Так что, ребята, мы осмотрели с вами все рейды Кому понравилось, ставьте лайк Подписывайтесь на канал Я буду еще выкладывать видео по этой игре обучающее Всем спасибо огромное, кто смотрел Всем удачи Всем пока Пока